Диалог с властью 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 что люди действительно стремятся к тому, чтобы быть финансово грамотным, и набирал все больше и больше охват этой акции. И Сергей Иванович уже тогда нам поручил удлинить эти временные рамки, и наша неделя налоговой помощи и финансовой грамотности превратилась в месячник налоговой помощи и финансовой грамотности. И вот с 2016 года это очень большой наш ведомственный проект, который курирует Министерство финансов, и данные месячники проходят в том или ином фокусном районе, и, соответственно, параллельно проходят во всех районах области. И мы уже вот в этом году провели эти месячники в Вишкамском районе, в Базар-Сазганском районе. Буквально 30 августа у нас месячник стартовал в Радичевском районе, и у нас, конечно, в рамках вот этого месячника традиционно уже тоже с 2016 года стартует поезд финансовой грамотности, он приурочен, прежде всего, к Дню Знаний, то есть обычно это первая неделя сентября, и, конечно же, к Дню Финансиста, это 8 сентября, День Финансиста России, мы проводим вот такую акцию. Но нужно сказать, что поезд финансовой грамотности, он такой более мобильный, месячник у нас немножко такой вот затяжной и с конкретной работой вплоть до поселениях района, а поезд финансовой грамотности, он у нас затрагивает все категории населения, начиная от дошколят, соответственно, школьники, студенты, рабочие люди и пенсионеры, то есть затрагивает все слои. Конечно, предприниматели тоже здесь активно участвуют. Нужно сказать, что мы всегда координируем работу в рамках поезда финансовой грамотности, а помогают нам именно в проведении этой акции, это, конечно, наше отделение Волговятского центрального банка, это Роспотребнадзор, это, конечно, управление Федеральной налоговой службы, потому что проводить вот эти уроки финансовой грамотности, конечно, должны грамотные специалисты, это специально подготовленные учителя, тьютеры, и здесь мы, конечно, просто являемся таким координатором для проведения этого поезда. Заранее у нас обычно, значит, мы проводим организационный комитет, мы определяем, какие площадки будут затронуты, и, соответственно, определяем, кто на этих площадках будет участвовать. И вот в этом году мы больше сделали акцент на реальный сектор экономики и, конечно, на социальную сферу. То есть мы непосредственно уже поставили задачу выезжать на предприятие, к работникам непосредственно на места, и там уже проводить вот такие вот учебы, такие вот квесты различные. И, соответственно, большую работу, конечно, проводит отделение Центрального банка, потому что они проводят такие вебинары в режиме онлайн со школьниками. И это тоже, в общем-то, дает большой результат. Это обеспечивает большой охват населения и тоже, в общем-то, дает большой очень эффект. Но в целом, хотелось бы сказать, конечно, большая роль уделяется молодежи, то есть это и дошколята, школьники, студенты. И здесь нужно отметить, что различные мероприятия – это и как пользоваться банковской картой, и как накопить сбережения, как составить свой финансовый план, и очень различные вопросы, которые, в общем-то, интересуют вот нашу молодежь. Ну и, конечно, люди, работающие, они непосредственно наиболее осуществляют такие платежи, как коммунальные платежи, значит, непосредственно участвуют либо в накопительной системе пенсионной, да, либо в каких-то ипотечных таких моментах. То есть, соответственно, здесь тоже, в общем-то, ведется большая разъяснительная работа, и я думаю, что вот в течение недели вот мы постараемся как можно больше охватить людей. Ну и, конечно, пенсионеры наши. Здесь, конечно, прежде всего уход от мошенничества, потому что именно зачастую пожилое население легче обмануть, как-то доверяют пожилые люди, и здесь тоже большая работа ведется именно разъяснительная среди и пожилого возраста. То есть вот такой поезд финансовой грамотности, он у нас стартовал со 2 сентября и завершается сегодня, 6 сентября. Можно ли уже какие-то итоги подвести? Да, конечно. Мне хотелось бы отметить, что вот данный поезд охватил 50 площадок. Нужно отметить, что уже 2 сентября были охвачены 4 площадки. Значит, это были выезды непосредственно в наши реабилитационные центры для несовершеннолетних, это и в комплексный реабилитационный центр «Исток», это и в дом престарелых были выезды осуществлены. Значит, 3 сентября у нас стартовала такая панельная дискуссия именно по финансовой грамотности, где участвовали работники органов исполнительной власти, бюджетных учреждений, и здесь широко тоже освещалась информация и отделением Центрального банка, и открытие брокер, и управление Федеральной налоговой службы рассказало о тех онлайн-сервисах, которых можно воспользоваться. Значит, кроме того, 3 сентября у нас прошли мероприятия на 8 площадках, и здесь у нас именно была работа уже и на территории районов, то есть не только в городе, это была работа и в Майнском, Меликевском, Ульяновских районах, но а также в Центре семейного неблагополучия, это Причал Надежды, и в Оно Центр предпринимательства, где работа непосредственно была разъяснительная именно с предпринимателями. Но 4 сентября было задействовано 12 площадок, и здесь рассматривались такие вопросы, как именно финансовое мошенничество, использование банковских карт. Здесь тоже в основном в учреждениях города Ульяновска, ну и был задействован тоже Сенгелеевский район, и широко тоже прошли данные мероприятия. Ну, а 5 сентября было задействовано 8 площадок, здесь именно рассматривалось ипотечное кредитование, использование банковских карт. Значит, и сегодня, вот буквально 6 сентября, у нас специалисты участвуют в 16 площадках, где тоже проводят вот такие уроки финансовой грамотности. Нужно сказать, что в этом году мы расширили вот как бы охват, и не только проводили мероприятия в трамвае, на вокзале, где раздавали буклеты, информацию всю по вопросам финансовой грамотности, но и задействованы торговые, значит, комплексы, такие как Аквамол, Лента, Версаль, и здесь силами нашего именно молодежного министерства, у нас очень активная молодежь, ну, а также с участием нашего союза молодежи, значит, волонтеры, которые участвовали, тоже раздавались буклеты, листовки, значит, по всем вопросам, связанным и непосредственно, значит, по защите потребительских услуг, и по банковским картам, и также по уплате имущественных налогов, то есть вот такие вот брошюры, листовки были розданы. Кроме того, нужно отметить, что в этом году в рамках вот более широты охвата, в рамках именно потребительских услуг, здесь использовались у нас МФЦ, где люди в ожидании тех или иных услуг непосредственно на электронном табло могли видеть всю информацию от Роспотребнадзора именно по потребительским финансовым услугам. То есть вот такой очень большой широкий охват проходил в течение этой недели, а кроме того, вот нашим, также еще раз скажу нашей молодежи, были проведены лекции в вузах, это и Ульяновский государственный университет, и Ульяновский технический университет, РАНХИКС, здесь для первокурсников были проведены тоже квесты, веревочные курсы, и были рассказаны мероприятия о всех наших акциях, которые проходят в Министерстве финансов, это и поиск финансовой грамотности, и месячник налоговой помощи финансовой грамотности, это и проект поддержки местных инициатив, и бюджет для граждан, и здесь было охвачено, в общем-то, порядка 180 студентов, и мы видим тоже очень большой интерес со стороны именно студентов. Но и кроме того, конечно, хотелось бы отметить, что состоялась именно экскурсия в Святую Святых, это в отделение Центрального банка, 25 студентов посетили, где им непосредственно была рассказана история отечественной денежной системы, то есть тоже очень интересно, мы видим, что здесь тоже настолько, когда напрямую видишь хранилище, да, денежное хранилище Центрального банка, то здесь тоже, конечно, для студентов было очень интересно. Но нужно отметить, что охват населения был очень большой, мы сейчас проанализируем в целом по области, значит, и нужно отметить, что мы активно участвуем и в других акциях, это Всероссийская неделя для детей и молодежи, которая была проведена в апреле, и вот сейчас планируется Всероссийская неделя сбережений, и везде, конечно, среди субъектов мы занимаем первые места по именно охвату населения в рамках вот проведения таких мероприятий по финансовой грамотности. Спасибо большое, Екатерина Владимировна. Есть ли уже какие-то наметки следующей, может быть, следующая акция когда-то будет? Да, вот у нас Всероссийская неделя сбережений, она обычно осенью проходит, пока еще не определен месяц, это либо октябрь, либо ноябрь, и здесь мы будем активно участвовать, но и сейчас вот проводится все-таки Мечник в Радичевском районе, а параллельный во всех других районах, весь сентябрь мы будем работать именно в Радичевском районе, значит, и следующий у нас фокусный район, это в ноябре Сурский район, который тоже будет охвачен вот таким Месячником налоговой помощи и финансовой грамотности. Конечно, Месячник и любые мероприятия финансовой направленности не обходятся без Роспотребнадзора. Галина Ивановна, вопрос к вам. Расскажите о своих мероприятиях тематических, которые вы проводили в течение недели, и, может быть, какие основные вопросы, которые больше всего интересуют ульяновцев. Спасибо. Во-первых, должна сказать, что это является одним из приоритетных направлений в деятельности Управления Роспотребнадзора, повышение правовой грамотности и, в частности, в сфере предоставления финансовых услуг. Это связано с тем, что это действительно проблемное направление. И не случайно, наверное, то, что и правительством РФ была разработана, утверждена стратегия повышения финансовой грамотности, в исполнении задачи которой мы работаем. Мы также являемся активным участником, как Екатерина Владимировна сказала, действительно, во взаимодействии с Министерством финансов мы проводим превентивные мероприятия различного рода. География нашей работы по проведению превентивных мероприятий, семинаров, она уже сейчас стала обширной. Действительно, мы участвуем во всех месячниках. Неделя финансовой грамотности для детей, неделя сбережений. И вот так же вот сейчас месячник будет в муниципальном образовании Радищевский район. Мы примем самое активное участие. И, конечно же, вот в поезде финансовой грамотности. Многолетняя правоприменительная практика показывает, что большое количество нарушений в различных сферах деятельности, в том числе и при предоставлении финансовых услуг, решается путем консультирования, проведения семинаров, обучений граждан. И также обучения их, где можно найти информационные ресурсы, как можно составить претензию, как можно составить исковое заявление. В этой связи вот как бы направленность наших как раз мероприятий бывает вот с этой точки зрения. Должна сказать, что основными проблемами, конечно, является что? Что у потребителя нет навыков для того, чтобы защитить свои права. То есть нет знаний правовых относительно того, куда можно обратиться, что можно перед тем, как заключить тот или иной договор, где можно это посмотреть, с кем можно пообщаться на эту тему. А также иррациональность действий наших потребителей, при том, когда хозяйствующий субъект включает какие-то там психологические или маркетинговые ходы. Просто граждане доверительно относятся всегда, относились к банкам. И даже зачастую попадают на действия мошеннические, думая, что действительно как бы тут все на законодательном уровне. И значит договорные обязательства, и то, что обещают, и то, что информация предоставляет. В этой связи должна сказать, что сейчас акцентированное внимание, как уже Екатерина Владимировна сказала, действительно на социально уязвимые слои населения, потому что раньше это было в основном обучение детей, проведение с ними мероприятий, что тоже немаловажно, потому что они, конечно, также обучают своих родителей, что-то говорят своим бабушкам, дедушкам. Но, тем не менее, самая доверчивая, скажем, аудитория, это люди преклонного возраста, поэтому сейчас широкомасштабно проводятся мероприятия, непосредственно с ними, также в промышленных предприятиях, где действительно закредитованность бывает самая высочайшая, потому что люди не знают самых азов и действительно попадают в такую, можно сказать, кабалу, когда зачастую даже некоторым приходится распрощаться со своей недвижимостью для того, чтобы расплатиться по тем долгам, которые имеют место быть. Но, естественно, мы, являясь надзорным органом, мы гражданам говорим уже основные причины и основные нарушения, которые имеют место быть, и алгоритм действий в соответствии с этим. То есть, если у нас идут массовые жалобы на какой-то там, скажем так, финансовой организации или будучи там кто-то мошеннические действия, мы уже как бы граждан оповещаем не только через вот такие мероприятия превентивные, но и через сайт управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, где также размещаем рекомендации, размещаем алгоритм действий в тех или иных случаях, чтобы гражданам не попадать в разные такие ситуации, из которых выбраться не всегда, скажем так, просто, без соответствующего сопровождения юридического грамотного. Все мы знаем, что защита нарушенных прав осуществляется в судебном порядке. Об этом мы даем также разъяснение гражданам, потому что почему-то сложилось такое мнение, что в суды потребители, конечно же, нехотя идут. Хотя необходимо сказать, что законодательство о защите прав потребителей, в том числе и в сфере предоставления финансовых услуг, предполагает то, что и моральный ущерб можно, собственно говоря, востребовать, и цену иска. И, конечно же, непосредственно, если в досудебном порядке организация не решает вопрос в отношении потребителей, то 50% от цены иска штрафных санкций. Вот эти все разъяснения, а также о полномочии надзорных органов мы даем на этих мероприятиях. И, конечно же, необходимо сказать, что уже люди обращаются, когда на телефон горячей линии или с жалобами уже видят, что претензии или там жалобы уже предварительно написаны хозяйствующим субъектом, и только после этого уже идет обращение в надзорный орган. И в этой связи надо сказать, что, конечно же, и динамика поступающих обращений в управление также с каждым годом снижается. Пусть это ненамного, но тем не менее имеют место быть эти показатели. Хотя, я должна сказать, сейчас произошло разграничение полномочий, и некоторые полномочия по обязательным страхованиям ОСАГО это уже является компетенцией Центробанка России. Расскажите, вот вы уже затронули о шагах, которые должен потребитель знать, чтобы защитить свои права. Что может быть конкретный какой-то топ-лист, может быть, некоторые советы людям? Значит, основное право, которое закреплено в законодательстве о защите прав потребителей, закрепленное третьей статьей, является право на информирование. И в этой связи необходимо сказать, что в первую очередь, первый шаг, это, конечно, ознакомление с теми условиями, которые предлагает любая организация, в том числе и финансовая. Если есть какие-то непонятные условия, или потребитель считает, что в договор включено условия, ущемляющие права потребителей, ему дается время, период охлаждения, чтобы он мог ознакомиться, проконсультироваться, или же узнать об этом в том же хозяйствующем субъекте, чтобы дали разъяснение. И только после этого, как говорят, на холодную голову, заключать уже соответствующий финансовый договор. Далее, необходимо, конечно же, придерживаться обязательно тех условий, которые есть, за которые он подписался в договоре. Если сейчас идет прозрачность всей информации в самом договоре, это и полная стоимость кредита, это и помесячное распределение тех платежей. Вот если гражданин не придерживается, скажем так, где-то он больше хочет оплатить, допустим, помесячную оплату кредит, полное общение должно быть непосредственно с банком. Значит, те случаи, когда меняются персональные данные у граждан, да, там, паспортные данные, телефон, адрес и так далее, об этом также необходимо сообщать. То есть, каждое движение, которое идет уже в разрез, скажем так, к условиям договора, необходимо оговаривать с банком. Если даже идет досрочное погашение, опять же, соответствующие заявления. Закончились, как считает потребитель, взаимоотношения у потребителя с банком, он также об этом лучше всего, конечно же, удостовериться путем получения соответствующей бумаги, что долг проплачен, кредит, и никаких взаимоотношений с банковской организацией нет. Ну и, конечно же, первичная, как я уже сказала, информационная составляющая предполагает все-таки, вначале надо изучить, к какому банку обратиться за получением кредита, потому что это может быть совершенно, скажем так, работает банк, не имеющий, вернее, финансовая организация, не имеющая какой-либо лицензии на право этой деятельности. Все сейчас есть в интернете, если кто не владеет, скажем так, особенно люди преклонного возраста, они всегда могут обратиться в соответствующие консультационные пункты, на телефон, на горячие линии, а также к своим внукам, детям, потому что они могут всегда выйти на сайте, ознакомиться на сайте Центробанка, вся информация относительно легальности деятельности финансовых организаций есть. Ну и, конечно же, очень внимательно отследить вопрос о платежеспособности, потому что закредитованность происходит, исходя из того, что люди берут кредит, конечно же, не платежеспособные, зачастую те, которые не соизмеряют свои доходы с расходами, а возможности дальнейшей выплаты вот этих кредитов. Приводит, конечно же, это очень серьезный вопрос, приводит и к утрате здоровья. Поэтому, чтобы отследить вот эти вот все моменты, в первую очередь, конечно, нужно ознакомиться со всеми условиями договора. Также можно выйти на различные информационные сайты, в частности, если говорить о Роспотребнадзоре, то на главной страничке на сайте управления Роспотребнадзора находится государственный информационный ресурс по защите прав потребителей. В одном из блоков справочник потребителей по направлению финансовой услуги можно получить информацию по всем проблемным вопросам, рекомендации, памятки, алгоритм действия потребителей. Не только по финансовым услугам, потому что финансовые услуги они всегда сопряжены с другими услугами. Это и правилами продажи, и дистанционные, онлайн различные услуги. То есть финансовые услуги всегда идут шагом рядом с другими услугами. Поэтому можно всегда ознакомиться и уже поступать в соответствии с теми рекомендациями, которые разработаны конкретно для потребителей для повышения их правовой грамотности. Поделитесь, пожалуйста, телефоном горячей линии, которые куда-то тоже могут обратиться у Январа. Телефон горячей линии управления 44-45-08. В АВБУС, Центр генопедемиологии, также есть консульционный центр. Телефон 40-43-43. Также можно выходить на сайт управления Роспотребнадзора. И должна сказать, что с марта месяца сейчас организован отдел защиты прав потребителей при Госюрбюро на сайте адрес претензий 24. Они ведут сейчас очень активную работу. Там работают профильные стажированные юристы, которые осуществляют сопровождение в судах по защите прав потребителей, которые также окажут всестороннюю помощь потребителям в защите их нарушенных прав. Спасибо большое. Конечно, грамотный человек должен обязательно знать всю информацию о налогах. Юлия Александровна, вопрос к вам. В том числе и к нам в редакцию. И вопросы поступают от зрителей по налогу на имущество. Поэтому вопрос, кто является плательщиком этого налога. Первый вопрос. Для начала скажем, что в этом году у нас на территории Ульяновской области произошли изменения. Наша область перешла на расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Поэтому возникает много вопросов. Почему изменилась сумма налога, как рассчитан налог, кто должен платить, кто не должен, какие объекты подлежат налогообложению, а какие нет. Но для начала скажу, налогоплательщиками налога на имущество физических лиц являются все лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения. Ну какие это объекты? Это все объекты, которые зарегистрированы в установленном законном порядке. То есть это все квартиры, гаражи, жилые дома, машины, места, комнаты, иные здания, строения, сооружения. Соответственно, главной особенностью при расчете налога от кадастровой стоимости является то, что применяются вычеты, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации. Какие это вычеты? Это стоимость 50 квадратных метров от жилых домов и кадастровая стоимость 20 квадратных метров квартир и кадастровая стоимость 10 квадратных метров в отношении комнат. Что это значит? Это значит, что налоговые органы, имея информацию о площади объекта, автоматически представляют вычет на указанные объекты. То есть если площадь жилого дома составляет 70 квадратных метров, 50 квадратных метров у нас не облагаются налогом, а налог рассчитывается, исходя из площади 20 квадратных метров. То же самое в отношении квартир. Повторюсь, это вычет 20 квадратных метров. Хотелось бы обратить внимание, что никаких заявлений от граждан для получения таких, скажем так, федеральных вычетов не нужно. Налоговый орган самостоятельно представляет эти вычеты на каждый объект. Следующей особенностью является то, что все регионы, перешедшие на расчет налога по кадастровой стоимости, рассчитывают налог с применением понижающих коэффициентов первые три налоговых периода. Так как Ульяновская область у нас рассчитывает налог от кадастровой стоимости первый период, у нас применяется коэффициент 0,2. Что это значит? Что плательщик не сразу будет платить полный налог, а будет применен понижающий коэффициент. Соответственно, ежегодно сумма налога будет постепенно повышаться. Еще следует сказать, что все льготы, которые были предусмотрены ранее, то есть они все сохраняются. То есть льготные категории граждан, такие как пенсионеры, инвалиды, инвалиды с детства, военнослужащие, чернобыльцы, то есть также имеют право на льготу. То есть налог не исчисляется по одному объекту каждого вида. Что еще важно знать, на что обращать внимание, когда налогоплательщик получает уведомление и видит расчет налога по кадастровой стоимости. В налоговом уведомлении указывается налоговая база, то есть это кадастровая стоимость за вычетом уже примененных вычетов. То есть вы можете сравнить ее с документами, то есть на самом деле ли все правильно. Если вы понимаете, что что-то с кадастровой стоимостью не то, например, она завышена, соответственно, у плательщика есть право ее обжаловать. У нас работает комиссия при управлении Росреестра по Ульянской области, либо, соответственно, в судебном порядке. В том числе хотелось бы тоже гражданам напомнить, что, получив уведомление, если вам что-то в уведомлении не нравится, например, не была учтена льгота, либо есть вопросы по каким образом рассчитан налог, или, может быть, у вас, скажем так, есть сведения, что вам объект этот уже не принадлежит, а налог исчислен за полный налоговый период. Соответственно, все эти вопросы решаемы. Плательщик вправе обратиться в любой налоговый орган с заявлением. Налоговые органы рассмотрят заявление, уточнят всю информацию и, соответственно, произведут перерасчет налога. А какая же ставка налога на имущество может быть и как она исчисляется? Ну, ставка налога на имущество у нас во всех муниципальных образованиях разная, поскольку налог на имущество является местным налогом, и, соответственно, каждый орган местного самоуправления вправе устанавливать свою ставку. Но в соответствии с налоговым кодексом есть предельная ставка, предельные ставки, выше которых налог быть не может. А вот для жилых помещений, гаражей, объектов незавершенного строительства эта ставка не может быть более 0,3%. А что касается объектов недвижимости коммерческой, то как в данной ситуации? Да, вот еще очень важная информация. Также впервые на территорию Ульяновской области применен порядок определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости торгово-офисной недвижимости. Таким образом, к налогообложению привлечены соответствующие объекты. Это торговые и офисные помещения площадью более 150 квадратных метров индивидуальных предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы. Что это значит? Что раньше индивидуальные предприниматели, находящиеся на специальных режимах налогообложения, в отношении таких объектов могли пользоваться льготы по налогу на имущество. Теперь льготы в отношении таких объектов не могут быть применены. Кроме того, при расчете налога понижающий коэффициент также не применяется, который применяется к остальным объектам. Одно из условий, то есть какие-то объекты, где их посмотреть и, скажем так, понять, почему применена именно эта ставка и не применен, например, понижающий коэффициент, то есть все объекты включены в перечень, который сформирован уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Этот перечень формируется каждый год, то есть на каждый налоговый период он составляется заново. То есть вы можете ознакомиться с этим перечнем на сайте Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области. Соответственно, по кадастровому номеру найти свой объект. Если он содержится в перечне, значит, льгота применена, быть не может на такой объект. И еще хотелось бы, да, вот в преддверии того, что сейчас уже практически все физические лица получили налоговое уведомление, как мы все знаем, что физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления. И если плательщик видит, что все данные верны, что вопросов не осталось, мы призываем как можно раньше исполнить свою обязанность по уплате налогов, не откладывать на последний день. Напомню, что последним днем оплаты налогов в 2019 году является 2 декабря. Еще хотелось бы отметить, что у нас на сайте действует сервис, личный кабинет налогоплательщика, который очень удобен в использовании, да, и мы призываем всех подключиться к этому сервису для того, чтобы своевременно получать налоговое уведомление, чтобы была возможность обратиться в налоговый орган без посещения налогового органа, соответственно, очень быстро решить все вопросы и, скажем так, в Новый год прийти без долгов и вопросов к налоговому органу. Еще один вопрос уточню для наших зрителей. Вы сказали, если человек хочет оспорить кадастровую стоимость, вот он должен либо к вам обратиться. К нам не надо, наоборот. Куда конкретно, и может быть телефон или адрес? Это комиссия при управлении Росреестра по Ульянской области. Все телефоны можно посмотреть на сайте Росреестра. Все, спасибо большое. Спасибо, что пришли. Наша передача подходит к концу. Дорогие зрители, спасибо, что были с нами. Мы с вами увидимся в следующую пятницу в 12. До новых встреч. До свидания. До свидания.